Всем привет! Буквально несколько дней назад мы выпустили первую часть ленингового ликбеза, где я попытался объяснить, почему так дорого. Собственно говоря, говорил я общими словами. Началась куча вопросов, куча претензий, куча, как говорится, моментов. Поэтому решил я сделать более подробное объяснение ценообразования. Более того, все это дело совпало с моей поездкой в Базир. Конкретно сейчас я нахожусь на корейском заводе в Корее, где мы производим самые топовые наши изменения. И на примере именно этого завода, на примере той продукции, которую мы здесь производим и потом продаем в России, я хочу рассказать и объяснить, как же у нас получаются те или иные цены. Чтобы потом не было дурацких вопросов, что это дорого, это недорого, дешево, хорошо и прочее. Поехали! Собственно говоря, начнем с самого простого. Что у нас является базой для бланка? Базой для бланка является препрек. Здесь, в Корее, мы работаем только с двумя видами препреков. Это либо Торей, либо Митсубиши. Никаких бюджетных корейских, а тем более китайских препреков, пречи быть не нужно. Что такое препрек вы, наверное, все видели, на всякий случай покажу. Вот у меня здесь даже есть. Вот вариант номер один. Такой тоненький-тоненький. Это, кстати, очень хороший дорогой препрек. Я его сейчас оторву, будет видно. Тончайший препрек, очень плотный, никаких прожилок, ничего нет. Это, соответственно, полиция у нас прицепища. Это 1К. 1К используется на усиление. Вот, соответственно, чистый бланк, и у меня на практике был сделан один раз, весь бланк, который был покрыт 1К, поэтому тяжеловато, но отказались. Либо следующий вариант, это CP, который у нас, в первую очередь, идет на большую косметику. Минимальное, как бы, надежность он дает, но это все-таки большая косметическая пигня. Далее, вот у нас есть все эти препреки. Нормальный вопрос, потому что он логичен, сколько же это стоит. Сразу оговорюсь, я буду говорить цены примерно в наших розничных расценках. Почему? Потому что, ну, давайте понимать так, это относительно коммерческая тайна, но сразу хочу предупредить, все вот эти вот крики не сильно адекватных людей о том, что мы зарабатываем по 500 процентов, глупость. Если после оптовой продажи, просто скажу честно, это действие, после оптовой продаж, у нас осталось моржа в процентов 35, я проведу очень счастлив. То есть, на самом деле, много на этом деле, к сожалению для нас и к счастью для вас, в принципе, не заработать. Вот, поэтому, чтобы всем все было понятно, вы четко сейчас получите информацию, сколько и чего стоит в бланке, в спиннинге, который у вас есть. Ну, начнем с бланка. Собственно говоря, называю прям цены, чтобы было понятно. Высокомодерный припроект, как бы припроект с высокомодерным саргатонным графитом в Mitsubishi. Примерная розничная цена за квадратный метр 79 долларов 20 центов. Знаменитый аналог Торея 1100. Цена вопроса в розницу за квадратный метр 154 доллара 80 центов. Соответственно, 30-тонный, не сильно модульный, как мы понимаем, припроект, графит в припроеке в Mitsubishi стоит порядка 40 долларов. Естественно, это все цены за квадратный метр. Квадратный метр нам не надо. Чтобы немножко упростить вычисление и калькуляцию, средняя цена у нас получается в районе 91 доллара 20 центов за квадратный метр. В бланке используется не этот квадратный метр, значительно меньше. Это примерно 40 процентов. Соответственно, средняя цена только материала в бланке, если мы считаем по Mitsubishi, это 36 долларов 48 центов. Ребята, эта цена просто материала в бланке примерно 76-8 футов длины. Торея будет чуть дороже, торея будет 39 долларов 12 центов. Дальше. Собственно говоря, к этому мы должны прибавить сам процесс спекания бланка, весь процесс производства бланка. Значит, в среднем это примерно в 3 раза дороже. То есть, что у нас получается? У нас получается, если цена бланка, например, материала 36 долларов, если мы будем себе считать 37, то цена его производства будет порядка 70 с копейками. В итоге, я вот посчитал на компьютере, у нас получилось, что производство, цена производства бланка вместе с материалами в рознице в цене это 128 долларов. 128 долларов в рознице стоит бланк из хорошего качественного Mitsubishi припроекта. Из торея будет чуть дороже. Поэтому, если вам говорят, что у нас тареевский бланк из тареевского припроекта или из Mitsubishi, неважно, да? Который стоит меньше этих сумм. Ребята, вас обманывают. Так не бывает. Следующий момент. Кольца. С кольцами все сложно. Я считал, что одни из самых бюджетных вариантов это Kigan Kualite. Аналог это Fuji Alconite. Собственно говоря, комплект для розничника у нас получается примерно 22 доллара 32 центов. Упрощенные цифры, там плюс-минус, то есть он может скакать, но сильно не принципиально. Дальше. Дальше у нас идет EVA на катушку держателя. Вот комплект EVA на катушку держателя для конечного потребителя для вас обойдется в 10 долларов 80 центов. Просто сама EVA. Катушка держатель полный в сборе Fuji стоит 11 долларов. Дальше идет намотка. Намотка здесь в Карибе достаточно дорогая. То есть вот каждая на бланке намотка кольца или просто какая-то намотка с ниточками вам обойдется примерно под 2 доллара. Каждая. Следующий момент. Это сборка. Ну сборка штука такая, это склейка непосредственно всех элементов, нанесение надписей и всего остального прочего. Это примерно обходится конечному потребителю, сейчас скажу сколько, 18 долларов. 18 долларов стоит здесь на заводе склеить рукоятку, нанести соответственно наклейки и сделать эпоксидкой, скажем так, если надо, где-то залить эпоксидкой. Следующий момент. Чехол. Чехол, как бы штука не дешевая на самом деле, чтобы вы понимали. Чехол это примерно 10-12-15 долларов. Хорошие чехлы стоят сильно дороже. Когда вы покупаете спиннику, вы должны понимать, что большую часть денег вы отдаете за чехол. И чем он круче и из более хорошего материала выглядит, тем реально больше он стоит. И я знаю историю, когда у нас доходила стоимость чехла, правда не у меня, потому что я на этом стараюсь экономить, честно говоря, стоимость чехла доходила до 50 долларов для конечного потребителя на дорогие спинники. Следующий момент. Очень важный. Металлические колечки. Вот я опираюсь на свой опыт, ставлю колец минимум на спинник. Вот минимальная цена для вас колечек, который я поставил, это 16 долларов 20 центов. Конкретно, вот мы считали модель экспириенс в данном случае. В принципе, у меня количество колец практически везде не меняется. Когда вы видите, как я уже говорил, спинник с огромным количеством металлических колец, господа, но чтобы вы понимали, каждое колечко стоит в районе доллара. Считайте дальше сами. На самом деле больше, потому что доллар это вот если здесь как-то хитро в Китае покупать. А если брать непосредственно напрямую в Корее, то это стоит сильно дороже. То есть цена доходит примерно до 4-5 долларов за какой-то элемент декоративный. Ну и последнее, что у меня есть калькуляция, это наклейки. Естественно, у нас на спиннинге есть разные наклейки. Там бренды, названия и прочее, прочее. Все это конечному потребителю обходится в 10 долларов. Итак, сейчас мы берем просто простую калькуляцию, составляем, считаем сумму. В итоге у меня получилось в районе 270 долларов. Вот 270 долларов, так как я брал еще многие вещи по минимуму здесь, это минимальная нормальная цена для спиннинга, который произведен в Корее из японских материалов. Очень многие кричат по поводу японцев, по поводу того, что вот что японцы у нас относительно дешево можно взять за какие-то копейки. Давайте мы просто прикинем простой вещь. Значит, простой вещь следующий. Мы берем хотя бы сейчас производство бланка и умножаем это не на 3 от материала, а на 4, потому что лейбер-кост япония сильно дороже. Что мы получим? Мы получим, что наш бланк волшебным образом превращается... Делем на 3, сейчас, секунду прям, чтобы не было дурацких вопросов, потом умножаем на 4. Умножаем на 4. И так вот бланк у нас получился не 128 долларов, 88 центов примерно цена, а 171 доллар. Если мы все примерно прикинем и умножим, сколько будет стоить реальный спиннинг, произведенный в Японии... Ну, ребята... То есть... Доллар это реально минимальная цена, в которую можно вложиться в Японию. Плюс к тому, что в Японии, если вы не в курсе, то в Японии запрещено ставить кольца Alconite. Естественно, ни каком кигане быть речи не может. И это будет минимум FUJI SIG. FUJI SIG, простите, стоит не 22 баксов. Сколько он стоит, вы можете пойти посмотреть, в принципе, цены таковы. К чему я все это... К тому, что... Вот весь этот мир рыболовный, он очень сильно пропит над всякой лапшой на уши, которую вешают, ну, скажем так, не слишком честные торговцы. Одни из них предпочитают говорить, что у нас все круто и хорошее, у нас стоит 3 копейки. Другие, мягко говоря, там... Сильно завышают стоимость своей продукции. Об этом мы говорили в первой части. В общем, примерную калькуляцию я вам дам. Хотите, ссылочки записывайте, хотите, так воспринимайте. Собственно говоря, на этом по дорогим спиннингам все. Следующая остановка будет завод в Китае. Как я уже говорил, там вариант такой... Корейский китайец. То есть завод принадлежит к корейской компании, находится в Китае. Там мы производим средний уровень спиннингов. Для меня средняя прозница это примерно от 10 до 12-15 смешек. Собственно говоря, все. До новых встреч. Надеюсь, вам это пригодится. И непоняток и таких вопросов не ясных будет сильно меньше. Все. Всего доброго. Всем пока. До следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok